Вопреки пропаганде, почему в мире так быстро крепнет антиамериканизм? Спонтанно ли движение против Большого Брата или виноват сам Вашингтон? Руслан Хубеев специально для ERX за 14 октября 2019 года. Однополярный мир – это пирамида. И если вершина сильна, то становится совершенно неважно, сколько в ее основании подчиненных игроков, когда наверху находится государство-лидер, к нему перетекают потенциалы остальных. И не случайно на долларовой американской банкноте, а до нее на большой печати США, красуется глаз над усеченной вершиной. Концепция паразитизма работает лишь до тех пор, пока гегемон имеет абсолютное превосходство. Теперь же, с ростом конкуренции великих держав, США для сохранения своего положения потребовали слишком многого от своих так называемых друзей. Сателлиты не просто не получают прежних порций с барского стола, но и начинают терять уже имеющиеся. Между США, ЕС, КНР, Японией и другими экономическими центрами обостряется борьба за поделенные рынки, за важнейшие ресурсы и прочий потенциал. За энергоносители, что мы наблюдаем на примере Северного потока-2 и откровенно нерыночного навязывания американского сжиженного газа. За ценообразование, что также сводится к покупке у России качественной энергии, позволяющей сделать конечный продукт конкурентоспособнее. За чистую воду, что пока еще не сказывается в острой фазе на самих западных странах, но давно выливается в войну ТНК за право поставлять этот ресурс. За человеческий потенциал, в рамках которого страны создают площадки для переманивания людей, способных на генерацию идей вместо копирования. За пригодную для сельского хозяйства землю, что хорошо заметно по очереди западных компаний за некогда российской, украинской землей. За благоприятной средой для бизнеса и так далее. Другими словами, по мере повышения конкуренции на геополитической арене, где Москва с 2015 года не дает Вашингтону экспортировать хаос вовне, США лишились классической схемы экономического обогащения. На первом этапе Вашингтон, как правило, разрушал структуру государств. На втором приглашал для их так называемого восстановления собственной же корпорации, выделял им из бюджета сотни миллиардов свеженапечатанных ФРС долларов, выносил инфляцию, а на третьем веке получал приток физических благ и товаров. Тем самым подстегивался экономический рост. После появления конкурента на военно-политической арене России, а также оппонента в экономической плоскости в лице КНР, преимущество Вашингтона стало таять. И вскоре США взяли курс на отход от универсального режима торговли, на мягкий шантаж через договоры при Обаме и на силовой передел экономических связей под себя при нынешнем руководителе Америки. А значит, в том числе в фокус попали и конкуренты-союзники, финансовые плоскости воспринимаемые как враги. На недовольство до некоторых пор скрываемой пропагандой наложился и кризис самой капиталистической модели. Суть капитализма устроена так, что он всегда развивается по спирали. Только при возможности хищнического расширения капитализм может оправдать себя. В противном случае он начинает пожирать собственные ресурсы. Сейчас капитализму некуда расти. В исторической перспективе подобное легко решалось организацией мировых войн или столкновением крупных игроков. Рынки обнулялись, и их снова можно было заполнить. В нынешних ядерных реалиях, и особенно после российского стратегического рывка, старый метод исчерпал себя окончательно. Как результат, в мире стало резко расти социальное неравенство, при том, что даже в ведущих индустриальных странах дети начали жить хуже, чем их родители. Третьей причиной недовольства США даже в рамках западного мира стал американский подход к решению внутренних проблем. В ответ на первые же проблески социального пессимизма, много лет не касавшегося паразитирующих на остальных США Вашингтон вместо перераспределения доходов, перешел к ограблению так называемых союзников. При этом на внутреннем поле начались попытки тихо организовать тотальный контроль над гражданами, что лишь поверхностно показал Сноутон и Джулиано Санж. На все это накладывается и кризис идеологии, как минимум потому, что по мере ухудшения жизни людей человеку свойственно проявлять зачатки коллективизма. Но вместо этого Голливуд и пропаганда США продолжают навязывать концепцию об индивидуализме, логику бесконечных свобод безответственности при превращении в животных. Это вызывает диссонанс между эволюционными установками совести человека и прививаемыми ему искусственными нарративами, что во многом и обуславливает удивительную статистику, по которой наибольшее число самоубийств, отказов от рождения детей, актов вступления в ряды террористических организаций и прочих шагов по саморазрушению наблюдается в самых развитых капиталистических странах, в то время как в прочих системах крепнет коллективизм и консерватизм, а с ними и моральное оздоровление. Грубо говоря, элиты Запада просто не желают замечать изменений, происходящих внизу, сконцентрировавшись на вражде друг с другом. В итоге это вызывает разочарование в лидере даже среди западных государств, не говоря уже об остальном мире. Позиции России на этом фоне растут еще и потому, что в отличие от Европы, где бюрократы продолжают прятаться от решений, Москва всегда действует уверенно и в рамках суверенных шагов. Европейцы видят этот контраст ввиду наличия интернета и открыто заявляют, что Брюссель – это надстройка для исполнения приказов США. И что теперь, когда добрый колонизатор превратился в злого эксплуататора, руководство ЕС оказалось ни на что не способно. Отсюда такая заинтересованность народов западных и не только западных стран в сильных лидерах, по примеру Владимира Путина. Причем за прошедшие несколько лет на авторитете российского лидера во внешнем мире не сказалась даже англосаксонская пропаганда. Напротив, ввиду ситуации прибавила последнему очки. Именно поэтому в мире разрастается идея антиамериканизма. И как бы ни старались западные СМИ, Голливуд и интернет-пропаганда, даже граждане западного мира не могут не замечать, что реальная внешнеполитическая инициатива сегодня перешла к лидерам многополярного мира, России и КНР, а также к Индии и прочим государствам, решившим взять в свои руки собственный суверенитет. Руслан Хубиев специально для ERX Вопреки пропаганде Почему в мире так быстро крепнет антиамериканизм?